Тельцы, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер. В данном видео хочу вам предложить Тороскоп на август 2018 года. Как обычно, рассмотрим с вами несколько сфер жизни, а именно общую атмосферу месяца, сферу работы, финансов, здоровья, личной жизни. И спросим у карт-совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Работать мы будем сегодня с Торо. Торо мистического мечтателя. Уже забываю, как называются карты. Из-за их многообразия. Ваша задача настроиться на расклад, договорить свое имя, дату рождения. Для того, чтобы, ну скажем так, карты наиболее с вами резонировали. И давайте смотреть, о чем же они нам поведают. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. И совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Общая атмосфера месяца у вас падает перевернутая королева жезла. Карта может указывать на какие-то перипетии женщины огненного знака, а именно это овен, лев или стрелец. Либо же в целом, это может быть ситуация с вашей стороны ревности, собственничества, задетой гордыней, либо задетого самолюбия. Либо же в целом здесь может идти спад уровня вашего профессионализма. Когда вам либо не хочется больше, ну, вкладываться в свое развитие, либо вы просто устали, либо вам надоело. Потому что перевернутая королева жезла, это просто идет спад жизненной энергии. Либо энергии, которую вы вкладывали в определенное русло. Поэтому в августе месяце карты вам уже говорят о том, что, скорее всего, нужно будет восполнять вашу энергетику. Итак, что вас ждет в плане работы? Перевернутая шестерка Пентакли. Но здесь либо идет срыв договоренностей, либо нежелание в целом с кем-то, скажем так, да, вступать в какие-то деловые переговоры, деловые контракты. Если здесь вы на текущий момент по этой карте безработны, то перевернутая шестерка Пентакли может говорить и указать о том, что нет перспектив трудоустройства, либо же в целом по этому аркану, ну знаете, какие-то неудачные пройдут собеседования, либо в целом вы не добьетесь результатов тех, на которые вы рассчитывали. И помимо всего прочего, шестерка Пентакли может указывать на какие-то вложения, какие-то инвестиции, которые вас не оправдывают. Потому что это, знаете, дело, которое требует значительных вложений, то есть финансовых, интеллектуальных, физических, и не даст вам ожидаемого результата, то есть либо заниженного. Например, вы планировали закончить проект в этом месяце, но вы его не закончите. Или же эта карта указывает на ваше неумение распоряжаться деньгами. В целом это аркан присвоения материальных ценностей, либо злоупотребления ими. Вот знаете, когда нет чувства какой-то жажды, либо наживы. Но давайте с позиции финансов смотреть, что же у нас здесь. С позиции финансов у нас падает перевернутый король кубков. Это растрата денег на удовольствие, в прямом смысле этого слова. То есть это какие-то поездки, загулы, приятное времяпрепровождение, либо необдуманные траты. Вот из серии хочу это платье, либо хочу там вот эту вот сумку и все. А то, что, например, денег впритык, да, ну просто, знаете, как тратить деньги необдуманно, тратить деньги на какие-то свои удовольствия. Нельзя сказать, что здесь финансов не будет, но это карта расточительства. Поэтому обратите на это внимание, чтобы потом не остаться ни с чем. Что вас ожидает в плане здоровья? Так, в плане здоровья у нас здесь падает семерка кубков. Семерка кубков, во-первых, это карта такого, знаете, какого-то эмоционального раздрая, переживаний. В целом, очень часто семерка кубков указывает на отеки. Здесь вам необходимо проверить в целом вашу лимфатическую и кровеносную систему. Но помимо всего прочего, семерка кубков – карта, которая указывает на то, что ваше здоровье может быть подорвано либо алкоголем, либо курением, либо нездоровым образом жизни. То есть здесь в целом, знаете, как усугубление тех факторов, вот, например, да, вот вам сама ситуация, пуститься во все тяжкие, в загул, и это, соответственно, отразится на вашем здоровье. То есть вы это видите уже и так. А для многих это проиграется, да, вот, вместе с тем, что вот упадок сил, отправились в отпуск. Здесь поэтому может и не быть работы, и не быть заработка, потому что, вот видите, перевернутая шестерка Пентакли – это, в принципе, отсутствие поступления финансов из-за того, что вы, например, отдыхаете. И, соответственно, это сказывается на вашем здоровье, как, знаете, перегуляли. Так, в плане личных взаимоотношений. Перевернутая двойка Пентакли. Ну, карта какого-то тупика, карта, вот, если прямое положение – это аркан сомнений, аркан переживаний и колебаний, то есть здесь по этому аркану у вас, знаете, ситуация тупика. Тупика объясню какого, когда либо вас ставят перед каким-то выбором, либо же в целом идет ситуация, ну, знаете, это не отчаяние, а вы просто какое-то вот безразличие, когда вам не хочется что-то в этих отношениях выяснять, решать. Потому что двойка Пентакли – это какая-то противоречивая информация о партнере, например, если вы в отношениях, да, который на первый взгляд у вас и не будет оснований верить, но и забыть об этой информации уже будет невозможно. То есть это всяческие препятствия, проволочки, которые указывают на вашу негибкость и неспособность достаточно быстро воспринимать то, что, например, предлагает ваш партнер, либо, в принципе, что о нем говорят другие люди. Если вы не состоите в отношениях, то по перевернутой двойке Пентакли – это в целом ситуация и желание, знаете, как отгордиться от отношений, потому что сейчас у вас какие-то более значимые планы, значимые возможности. Так, ну, из позиции совета, что вам советуют карты – шестерка мечей. Карта тупика, то есть выйти из тупика, это, знаете, как опираться куда-нибудь в поездку, то есть если у вас даже есть какие-то проволочки, решайте эти моменты, отправляйтесь все-таки на отдых, не циклитесь на тех проблемах, которые у вас есть, потому что шестерка мечей – это всегда карта движения вперед. И вот ваша задача – из этого тупика выйти. Еще такой, скажем так, момент в совокупности, поскольку эта карта, знаете, как остановки на перевернутое у вас положение, возможно, остановиться и подумать, что в вашей жизни происходит не так, в каком направлении двигаться, что вам необходимо сделать, да, то есть что для вас является первоочередной задачей, например, работа, финансы, либо личные отношения, то есть куда вам распылять свою энергию. Карта говорит вам именно об этом. Но скажу вам честно, месяц для вас незначимый, потому что у вас в раскладе нет старших арканов, то есть месяц просто проходящий. Не несущий за собой каких-то значимых событий. Ну, возможно, это тоже в какой-то степени хорошо. Вот таким у нас вышел расклад. Оставляйте, пожалуйста, свои отзывы или комментарии, как он у вас проигрывается или нет. Для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...